Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем второе послание апостола Павла к Тимофею, вторую главу этого послания на библейском портале экзегет.ру. Так апостол пишет. «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Здесь в первом стихе довольно странная может выглядеть фраза «укрепляться в благодати Христом Иисусом». Да, действительно, в греческом тексте здесь стоит «в благодати во Христе Иисусе», или можно сказать «в благодати, которая во Христе Иисусе». То есть пребыванием в церкви, пребыванием в общении со Христом. Здесь Христос не должен восприниматься как средство, через которое он укрепляется, а скорее как тот в общении с кем происходит это самое укрепление в том благом даре, потому что «благодать» как «благой дар», это так и переводится. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям». То есть ты сам слышал проповедь, ты был утвержден в этой самой проповеди. «Проповедуй и передавай тем, кто дальше будут способны научить других». Здесь апостол в каком-то смысле благословляет Тимофея открыть катехизическую школу, потому что катехизаторы – это те, кто учили катехуменов, обучающихся. И апостол призывает найти в Эфесе верных и мудрых людей, которые будут способны в этой школе проповедовать. Далее он говорит «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить плодов. «Разумей, что я говорю, додаст тебе Господь разумение во всем». Итак, третий стих. Апостол призывает Тимофея переносить страдания, как доброму воину Христа Иисуса, стороннику Христа, тому, кто находится в его войске. При этом мы помним, что наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей, против тьмы духов злого поднебесной. Ну, довольно странный, конечно, с современной точки зрения, довольно странный призыв. Итак, переноси страдания, как добрый воин Христа Иисуса. Странный в том смысле, что человек сегодня воспринимает веру как то, что должно обеспечить ему спокойную и хорошую жизнь. Человек приходит и говорит, я хочу креститься, чтобы получить защиту от Бога, и у меня все было хорошо. А апостол говорит, ты стал христианином, теперь переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Потому что на самом деле, оказывается, что стать христианином, это значит увеличить свои проблемы. Потому что, во-первых, ты веришь в то, во что не все готовы верить, за это готовы и глумиться над тобой, и смеяться, и шутки шутить. Да, кроме того, ты живешь так, что далеко не всем это понравится, отказываешься от блудат, идолопоклонства, от многих других вещей, от чего должен был отказываться христианин в языческой империи, и от чего, кстати, и сегодня верующий человек и христианин должен отказываться, за что он тоже может получать и насмешки, и упреки, и многое подобное. А далее идет довольно странная на первый взгляд фраза. Апостол говорит, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Речь здесь идет вот о чем. Никакой воин не набирает себе светских дел, светской занятости, намереваясь этим самым угодить начальнику. Ну понятно, что если ты пришел на работу, то самое плохое, что ты можешь сделать, это набрать себе каких-то сторонних заказов, и начальнику потом говорить, извините, у меня тут разные другие дела, и в общем-то я не успеваю делать основную работу. Нет, если ты пришел на работу, ты должен делать ее в первую очередь. Так и здесь апостол говорит, никто в здравом уме не пытается угодить начальнику через то, что он набирает какие-то обычные житейские дела. Если ты пришел к военачальнику и нанялся на военную службу, ты должен не житейские дела решать, ты должен о них забыть, ты должен решать дела военные. И апостол так и говорит, если же кто и подвизается, если кто-то пытается это сделать, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться, если незаконно будет бороться. Что значит незаконно? Это можно перевести так же, как и нарушая законы этой самой борьбы. То есть если ты пытаешься вести борьбу в полсилы, если ты пытаешься вести борьбу, не зная или нарушая правила этой борьбы, то, конечно, ты не победишь. И апостол, собственно, и говорит, если ты, Тимофей, взялся быть учеником Христовым, то помни, не в полсилы, не разбрасываясь ресурсами на какие-то другие дела и соблюдая логику того, что ты делаешь. Далее апостол пишет в шестом стихе «Трудящемуся земледельцу первым он должен вкусить от плодов». Вещь очевидная. Если человек трудится, он должен получать плоды. И так и в нашей религиозной жизни. Если плодов она не приносит, значит, мы либо не трудимся, либо что-то делаем не так. Если же мы трудимся, и трудимся правильно и полноценно, то в первую очередь это будет сказываться на нашей религиозной жизни. Далее апостол пишет «Разумей, что я говорю, и додаст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для слова Божьего нет уз». Да, мы знаем, что апостол, во-первых, что он страдал за проповедь воскресения Христова в первую очередь, да, и он проповедовал даже в узах. Мы знаем, что большое количество людей стало и верующими, и вошло в церковь уже тогда, когда он проповедовал, будучи арестованным. И это было не только в Риме, это было в тех городах, через которые его везли, но в Риме особенно. У него было время, он довольно долго до своей казни проповедовал, и мы знаем из книги «Деяния», что люди приходили к нему, общались, спорили, и, в общем-то, довольно много. Иногда даже, судя по всему, речь шла о том, что воины, которые слушали его, обращались, потому что мы знаем из истории, что в то время к такому преступнику, как апостол был просто прикован воин, они должны были быть связаны с ним одной цепью. И вот эти воины тоже слушали и, возможно, тоже становились христианами. Далее. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». О чем это? О том, что проповедь его, это не просто проповедь человека, убежденного, который решил, что, ну вот есть некоторая истина, я буду ее проповедовать, потому что я уверен, что она правильная. Нет. Эта проповедь ведется для того, чтобы спасались другие люди. Это действительно для апостола Павла очень важно. Он проповедует, чтобы были плоды. Он проповедует, потому что эта вера спасает. Вот почему он это делает. Далее. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Мы видим такой ряд сравнений, которые показывают, что отношение Бога в каком-то смысле определяется отношением самого человека. Вот мы, например, знаем из Ветхого Завета, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть тоже, да, если человек гордый, Бог ему противится, если он смиряется, то тогда получает благодать от Бога. И здесь кажется, на первый взгляд, что тоже нечто подобное. Вот если мы с ним умерли, с ним и оживем. Что значит, если мы с ним умерли? Во-первых, как можно с ним умереть, если он один раз умер, воскрес, и даже уже Павел умер не со Христом, а через десятки лет, через несколько десятилетий после этого. Для апостола Павла умереть со Христом означало принять крещение и умереть духовно с ним, как гроб Христов, крест его, и гроб, означал смерть человека и дальнейшее его воскресение. Так крещальная купель означала духовную смерть для греха и воскресение в жизни для Бога. Апостол Павел в 6 главе послания к Римлянам подробно об этом пишет. Итак, если мы с ним умерли, то есть умерли в крещении, то с ним и оживем. Воскресаем. Что значит с ним оживем? То есть мы воскресаем, как члены его тела, мы воскресаем, как члены церкви. Дальше. Если терпим, здесь стоит слово, которое можно перевести, как выдерживаем, оказываемся стойкими, то с ним и царствовать будем. То есть если мы выдерживаем этот натиск, натиск сомнений, натиск искушений, если мы оказываемся ему верны, то с ним будем царствовать. Потому что обладаем, получаем эти плоды, плоды этой жизни. Дальше очень страшное выражение. Если отречемся, здесь в греческом откажемся, если мы от него откажемся, он от нас откажется, он от нас отречется. Очень страшное выражение. Ну, понятно, что оно сразу нас отсылает к выражению Христа. Кто меня постыдится, того я постыжусь. Да, но здесь дело вот в чем. Оно не столько страшное, сколько просто говорящее о том удивительном уважении, с которым Бог относится к каждому человеку. Если человек отрекся от тебя, ты, конечно, можешь насильно что-то с ним делать, но внутренне он уже не будет твоим сторонником, он не будет тебя любить, не будет этих личных отношений. Он отрекся, он ушел, отвернулся. Сегодня нам кажется, что если мы человека любим, мы спасем его в любом случае. Но как раз понятно, что человек, в том числе для того, чтобы научиться предавать ситуацию в руки Божии, должен понимать, что он не бессилен во многих ситуациях, но в отношениях с другими людьми и часто в отношении собственной жизни он бессилен совершенно. И поэтому, когда мы понимаем, что наша любовь, наше желание сделать человеку добро не может всего, мы не можем просто взять человека, который от нас отрекся и заставить его быть счастливым, заставить его нас любить. Быть счастливым человек может только сам, мы можем дать ему эту возможность, но мы не можем насильно сделать его счастливым или любящим. Вот здесь то же самое. Бог отказывается насильно причинять, как говорят сегодня, нам любовь, потому что мы отказались от него, если он нам оказался ненужным, и мы от него отвернулись. И дальше апостол пишет, если мы неверны, и, конечно же, уже после такого ряда хочется сказать, то и он будет неверен, но вот этого как раз не происходит. Если мы неверны, он пребывает верен, потому что от себя отречься не может. Отказаться не может от себя, от своей природы, от своей расположенности. Замысел Божий таков, что Бог творит людей для спасения. Нет ни одного человека, который был бы сотворен для погибели. В замысле Божьем нет ни одного человека, который был бы заранее сотворен для того, чтобы дальше он попал в ад или погиб для вечной жизни. Не случайно апостол пишет, что Бог всем хочет спасти, или Христос спаситель всех человеков, а тем более верных. То есть Бог пришел для того, чтобы спасти всех. И поэтому апостол говорит, если мы неверны, если мы отказываемся, отворачиваемся, если мы не верим, он остается верен, он до конца любит человека. Но ничего не может с ним сделать, если человек сам этого не хочет, если сам человек отказывается. Вот такой удивительный ряд, который сначала показывает, что Бог как будто бы отвечает взаимностью человеку, а потом в самом страшном, если мы не верны, а Бог оказывается верен, потому что все равно продолжает нас любить. Не случайно мы и говорим, что проблема ада, проблема отказа от Бога, это проблема самого человека. Это не проблема, что Бог взял и наказал того, у кого ему хотелось наказать. Да нет, Богу хотелось нас спасти, хотели ли мы спастись, дали ли мы ему эту возможность. Далее апостол пишет, это напоминай, заклиная перед Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. И вот действительно, посмотришь сегодня на некоторые споры людей, которые, казалось бы, призваны как ученики Христовы к любви, взаимной, к тому, чтобы быть примером любви, христианской, и понимаешь, что эти споры и распри это настоящее словопрение, которое не служит к пользе, а служит только к расстройству тех, кто слушает, потому что они видят, как люди, которые призваны быть учениками Христовыми, являть всему миру любовь и взаимопонимание, такой любви, такого взаимопонимания не являют, а являют, наоборот, желание разругаться по любому поводу и на любом основании. Старайся предоставить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Здесь апостол Павел употребляет слово, которое переводится как пригодный, то есть постарайся предоставить себя Богу пригодным делателем, чтобы ты сгодился для работы, что называется, потому что слово «достоин» по-русски, ну, как будто бы некоторую стоимость такую, да, здесь звучит, что ты должен быть просто сам по себе хорошим, здесь дело не в том, что ты сам по себе должен быть хорошим, ты должен быть пригоден. Ты апостол, тебя поставили апостолом для того, чтобы ты был полезен для церкви, для того, чтобы ты ее создавал, для того, чтобы ты ее взращивал, ты можешь быть сколько угодно сам хорошим. Если ты не взращиваешь церковь, если ты ее не создаешь, твоя личная праведность будет тебе еще большим укором, потому что ты лично праведен, а люди вокруг тебя не спасаются, люди вокруг тебя не... они тобою не организованы, если уж ты епископ, если ты глава общины, да, вот если перевести, старайся предоставить себя Богу пригодным, делателем неукоризненным, то есть опять тот, да, кого нельзя укорить. И здесь в слове укорение и кара звучит, да, то есть тот, кто не будет достоин наказания, верно преподающим слово истины. То есть в первую очередь, как проповедник он его ценит, конечно, да. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их как рак будет распространяться. Здесь слово, которое иногда можно перевести как гангрена, но имеется в виду опухоль такая, да, которая мешает существованию общины и в конце концов ее уничтожает. То есть просто, знаете, вот у людей бывает такое иногда желание сказать последнее слово, оно характерно обычно для детей, когда тебе кажется, что если ты ответил, и тебе уже не ответили, то ты победил. Но на самом деле это не так. Апостол не говорит, а в непотребном пустословии скажи последнее слово, всех заставь замолчать, всех убеди. Нет, это бывает невозможно. Человек просто-напросто любит поговорить, такое бывает. Любит доказать свою правоту, или, как сегодня говорят, потроллить, такое тоже случается. Да, апостол говорит непотребного пустословия удаляйся. То есть просто не веди непотребных разговоров, разговоров, которые будут разрушать. Разрушать общину, разрушать тебя самого, разрушать твое дело, которое ты делаешь. Ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. То есть чем больше ты будешь ввязываться в это, тем больше эти люди будут требовать к себе внимания, тем больше они будут это внимание привлекать. И как рак, слово их как рак будет распространяться. Сегодня мы понимаем, да, раковая опухоль, она вот захватывает иногда все тело. Таковы и Меней и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают у некоторых веру. То есть вот было некоторое, как мы видим, явное нарушение вероучения, равное искажение вероучения, потому что понятно, что воскресения мертвых к тому времени еще не было, и в наше время еще не было. Мы только верим, что оно когда-нибудь будет, чаем воскресения мертвых. Ну вот здесь люди проповедуют ложные учения и разрушают в некоторых веру. «Но твердое основание Божие стоит, имея сию печать». То есть смотри, ты стоишь на твердом основании, на которой написано, да, стоит печать. «Познал Господь своих». Первое, то, что относится к Богу, что Бог знает, кого он спасает. Мы знаем, что Бог действительно спасает всех, но вот в тех, кто спасается, он видит своих. Когда человек проповедует, да, например, а потом видит, что есть люди, которые откликаются на его весть, и он понимает, вот это те, те, кто станут своими по вере. Вот Господь познал своих, это первое, это Божья как бы часть, да, и второе, то есть в этом смысле в Боге нельзя сомневаться. Вот видите, он говорит, но твердое основание Божие стоит. То есть ты доверяй, что основание Божие крепкое, и Бог познал своих. И дальше, да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа. А это уже человеческая часть. То есть твердое основание стоит на двух утверждениях. Первое, это доверие Богу, потому что Бог познал своих, и Он дает благодать, и ведет, и поддерживает. Но второе, да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа. Да отступит от неправды, то есть от человека очень много зависит. Он не должен совершать греховных поступков. А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Известный пример, он также употребляется в послании к римлянам о том, что горшечник может сделать разные сосуды, а не для разного. И здесь тоже апостол говорит, в Большом доме есть сосуды не только благородные, золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. Одни в почетном, другие в низком употреблении. У нас тоже сегодня, у каждого в доме есть, не знаю, там, какая-нибудь кружка, из которой мы пьем, и мусорное ведро, из которого мы не пьем, а наоборот складываем туда мусор, какую-то грязь. Апостол говорит, вот есть разные сосуды. И дальше что он говорит? Итак, кто будет чист от этого, дословно даже так, если кто-нибудь вычистит самого себя от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным, владыке, удобным, годным, на всякое доброе дело. То есть, казалось бы, если ты сотворен как мусорное ведро, а кто-то сотворен как прекрасный, не знаю, фужер, да, или графина, или какая-то еще красивая, там, красивая ваза какая-то, то уж чего, что ты можешь изменить, чего ты хочешь? Ну, ты каким сотворен, таким и живи. Но нет, апостол говорит, нет-нет, конечно, мы все разные, но каждый может вычистить себя, потому что речь идет скорее о тех условиях, в которых мы рождаемся. Вот если перенести этот пример на обычных людей, мы понимаем, что есть люди, которые рождаются, например, в нравственной, благочестивой, добродетельной семье. Можно сказать, что этот человек изначально растет как благородный сосуд. Есть люди, которые рождаются в семьях безнравственных, есть люди, которые рождаются в семьях с большими проблемами, духовными, нравственными, психологическими, самыми разными. И такие люди могут сказать, ну а что, вот мы родились, мы сразу оказались сосудом нечистот. При нас только матерились, дрались, спорили, портили отношения, и, в общем-то, ничего доброго мы не знали. Чем мы были наполнены? И апостол говорит, да, мы все рождаемся разными, мы разные сосуды, но каждый может вычищать себя. И то, насколько ты вычистил, Бог, конечно, понимает, что одно дело оттереть прекрасную вазу, которая там где-то покрылась пылью, а другое дело начистить какой-нибудь горшок, который, да, там весь в земле, например, или в какой-то нечистоте, и он, понятное дело, что это больших трудов стоит. Но из других мест Священного Писания мы знаем, что Бог судит нас по усилиям, а не столько по конечному результату, потому что конечный результат для разных людей разный. Но в любом случае, и так, кто очистит себя, вычистит себя, тот будет сосудом, который будет в почете, освященным, благопотребным, то есть удобным для владыки, весьма полезным для хозяина. Хозяин будет его использовать. Это очень важно, что Бог, хотя и посылает нам разные условия жизни, знает при этом, что каждый через свое усилие, ну и, кстати, через его собственную помощь, через его благодать, может очистить себя и стать пригодным для Бога общения. Далее апостол пишет, «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Юношеские похоти, мы знаем, что Тимофей довольно юным был поставлен в епископы, даже апостол в первом послании пишет, «Никто пусть не пренебрегает твоей юностью», то есть он посылает апостола, он посылает Тимофея епископом в Эфес и при этом довольно молодым человеком, ну не юношей, понятное дело, но довольно молодым человеком. И мы знаем, что, то есть если апостол так говорит, это значит, что у людей, которые окружали Тимофея, у них было основание верить, что перед ними юноша, считать, что перед ними юноша, который, может быть, еще не все знает. Поэтому, видите, апостол говорит, упоминает юношество еще раз, но уже в другом контексте. Христианин тоже испытывает некоторые страсти, и на христианина они тоже влияют. Другое дело, что христианин – это тот, кто воспринимает себя не просто как данность. Я такой, да, вот у меня такие есть движения души, такие есть движения души, все естественно, и это делаю, и это делаю. Нет. Христианин – это тот, кто знает, каким он должен быть. И одно он в себе принимает и развивает, а другое, наоборот, не развивает и даже старается победить. Поэтому юношеских похотей, здесь, конечно, речь идет о сексуальных всяких движениях, хотя здесь сказано просто страстей, но все же, когда мы говорим о юношеских страстях, в первую очередь речь идет обычно о вещах блудных. «Одержись правды, да, то есть стремись к праведности, веры, любви, уже это и в первой главе тоже было, да, и вера, любовь, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». То есть в своей общине, кто такие призывающие имя Божие, призывающие Господа от чистого сердца? Кто это? Это его община, это христиане. Ну, кто еще в Эфесе призывает имя Господа? Только его собственная община. И вот в первую очередь с ними, да, стремись к миру со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Почему это важно? Неужели апостол пренебрегает миром со всеми остальными людьми и не учит этому Тимофея? Нет-нет, конечно, он учит этому Тимофея и можно найти много этому доказательств, но начинается все с мира внутри общины. И апостол говорит, значит, избегай похоти, верь, стремись к праведности, верь, люби и стремись к миру в своей общине. Если ты с ними нашел общий язык, если ты с ними договорился, ты можешь идти дальше. А если ты не можешь договориться с христианами, с верующими, с теми, кто с тобою одних убеждений, о чем ты тогда вообще можешь говорить, к чему ты можешь стремиться. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. В каждой главе и по нескольку раз апостол пишет не спорить и не ссориться с людьми, которые ищут ссоры, зная, что они рождают ссоры, состязания, то есть сначала споры, рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным и незлобивым. Удивительные слова. Сегодня христианин очень часто воспринимается как человек, который готов поссориться, как человек, который готов из своего чувства правды, из своего чувства справедливости, нормальности того или иного поступка или поведения или даже внешнего вида, одежды, слов и всего прочего готов вступаться за свою точку зрения и ссориться несмотря ни на что. Так сказать, главное соблюсти правду, а личные отношения не важны. Апостол пишет совсем по-другому. рабу Господа не должно ссориться. Не ссорься. Здесь интересное слово употребляется сражение. Не должно устраивать вот таких битв, в которых ты теряешь другого человека, как брата, как друга. Но быть приветливым ко всем. Если бы он сказал, но быть приветливым к своим единомышленникам, к своим единоплеменникам, это было бы понятно, хоть как-нибудь было бы понятно, ну или хотя бы единоверцем может быть. Нет. Ко всем апостол Павел пишет. То есть и к язычникам что ли тоже, может быть тогда к каким-то грешникам тоже, апостол здесь не оговаривает этого. Он просто говорит, не ссорься, будь приветлив ко всем, будь учительным, то есть будь способным научить. Это тоже кажется просто, но на самом деле совсем не так просто. Представим себе человека, который с нашей точки зрения неправ, неправильно себя ведет, говорит что-то не то, ведет себя не так, одевается не так, высказывает какие-то взгляды, которые нас раздражают и делает совершенно что-то невообразимое, нас просто трясет от злости, когда мы это видим. Апостол говорит, не ссорься, от словопрений этих убегай и не ссорься, а что же делать, будь приветлив и учителем, то есть в каком контексте, здесь в контексте ссора слово учителем стоит. Стремись к тому, чтобы учить человека правильно. Ты хочешь сделать замечание? Сделай его правильно, так, чтобы человек захотел исправиться, а не отвернуться от тебя или вообще побить тебя камнями. Скажи ему это так, чтобы он увидел правду твоих слов, чтобы он увидел, что Бог действительно этого ждет от тебя. Скажи ему так, чтобы ему захотелось измениться, как, например, Макарий Египетский есть в его житии такая известная история, когда сначала его ученик шел в монастырь и оскорбил языческого жреца, и тот его избил, а потом через какое-то время шел Макарий, и он просто поприветствовал искренне этого человека, языческого жреца. Да, вот мир тебе трудолюбивый человек. И он был в шоке, он говорит, я хочу таким же быть, я хочу туда же пойти с тобой, чтобы научиться быть таким же. Удивительно, ничего такого он не сказал, просто был приветлив, он просто нашел правильные слова к тому, кого его же ученик оскорбил и поругал, потому что он языческий жрец, и ученику показалось, почему бы не сказать всю правду ему о нем, о том, что он неправ, о том, что он занимается ерундой и прочее. Ну, Макарий выбрал другой путь, как раз путь христианский, о котором говорит апостол. Далее, здесь стоит слово незлобливым, но вот интересно, что это слово, оно переводится и как терпеливый. То есть, если ты собрался делать человеку замечание, то первое, что ты должен сделать, ты должен задуматься, а как его так сделать, чтобы человек не обиделся, будь учителен, то есть задумайся, как тебе правильно его научить. А второе, и это тоже очень интересно, будь терпелив, потому что человек, который перед тобой, он совсем не обязан говорит, да что вы, неужели, на самом деле, ой, я так рад, что вы мне объяснили, он может на первый, на второй, на третий, и на какой угодно дальше раз не соглашаться и спорить и считать, что он правда на самом деле в другом. В том-то и дело, апостол говорит, если ты поставлен епископом, если ты поставлен наставником, будь терпелив, скротостью наставляя противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сетей дьявола, который уловил их в свою волю. Потрясающие слова. Сегодня у нас большое количество людей, которые считают, что христианин во всем, при всяком удобном случае должен чуть ли не с силой, не соизмеряясь ни с какими своими, там, со своей правотой или неправотой другого доказывать свою точку зрения, богословскую, нравственную, любую другую. Апостол говорит, с кротостью наставляй противников. Это совершенно удивительно. Если у нас сегодня просто человек кроткий, воспринимается как тихий, мямляк, который не готов отстаивать свою точку зрения, который ничего не знает, но кротость, это же не просто черта характера, черта характера, это какая-то черта поведения, особенность поведения. Кротость, это в первую очередь знание своего места перед Богом. Вот какой я, я перед Богом большой, маленький, я перед Богом, какое место я занимаю, вот я перед Богом смиряюсь под Его волю, под Его владычество. Если я перед Ним кроток, то я и перед другим человеком тоже таким оказываюсь, но это речь совсем не о том, что я слабохарактерный, или не знаю, что говорить. Я говорю как должно, я говорю правильно, стараюсь, стремлюсь, по крайней мере, к этому, но это не значит, что я должен делать это с вызовом, что я имею право делать это агрессивно. Вот удивительные слова, говорит апостол, скротостью наставляя противников. Не даст ли им Бог, интересно, да, он не говорит, и жди с уверенностью, что Бог их исправит. Нет. Никогда-либо даст им Бог покаяние, напознание истины, дословный, да, такой подсрочный перевод. То есть, может быть, ты веди себя, но не твое дело человека переломить и стопроцентно объяснить, как должно быть. Ты свою роль играешь, а Бог в итоге этому человеку откроет правду тогда, когда ему нужно. То, что Бог со своей стороны тоже хочет, чтобы человек спасся. Но просто, если человек сейчас в определенных обстоятельствах, если он убежден в своей правоте, сломать его через колено не получится. Ну, ты насильно можешь что-то с ним сделать, но насильно ты не изменишь ему сознание. Человек только сам может принять твою точку зрения. И вот апостол говорит, скротостью наставляй, не даст ли Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сетей дьявола, то есть воспринимая другого, как того, кто в беде, а не как того, кто уверен, что он прав. Он даже выглядеть может так, как будто бы он уверен, что он прав. Но это только внешне. На самом деле он пленен лукавым, и надо наоборот такого человека пожалеть и молиться о нем, чтобы он освободился от сетей лукавого, который уловил их в свою волю, то есть который привел их к тому, что они теперь противоречат Богу. Дай Бог и каждому из нас, конечно, находить в себе силы, скротостью, смирением, с любовью, с определенным талантом внутренним, находить правильные слова для того, чтобы исправлять людей, которых мы любим, которых мы ценим, которых мы хотим спасти и привести к познанию истины. Всего доброго. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,